Самопровозглашённый премьер Крыма Сергей Аксёнов критикует коммунальные службы Симферополя за плохую работу по благоустройству. Свои возмущения он высказал на заседании штаба общественного движения «Народный фронт за Россию». Аксёнов так разразился критикой, что публично назвал крымскую столицу гадюшником. «Я вчера вечером общался с Геннадием Сергеевичем, ездил сам за рулём по городу, смотрел, как убирают, как работают коммунальные службы. Гадюшник просто. Надо Крым, конечно, почистить. Стыдно просто». Аксёнов призвал общественников активно подключиться к очистке города от мусора и совместно с коммунальщиками навести порядок. Глава оккупационной администрации Симферополя Геннадий Бахарев, в свою очередь, обвинил в сложившейся ситуации горожан. «Работа администрации города ещё не прошла год. За этот год сменилось два, уже будет третий замы по ЖКХ, и четыре руководителя департамента городского хозяйства. Потому что я недоволен тем, как в том числе и убирается, и поддерживается санитария в городе. Причина не в том, что кто-то не знает или не умеет. Причина в том, что для этого нужно время, ресурсы и сознание наших горожан, о чём я говорил уже несколько раз. «Нормативка – это совсем другое. А здесь переломать сознание. Мы же, опять повторюсь, где грязно-то? Мы убираем 40% больше, а мусор не уменьшается, он увеличивается. Причины ясны и понятны. Халатное, негативное, пренебрежительное отношение к своему городу. Вот всё, что я могу сказать. Вообще удивлён этому». Вслед за публичной критикой со стороны Аксёнова последовало увольнение ответственного за городское хозяйство Симферопольской администрации Олега Сальцина, якобы за обман. «Сказывает мне одно, я вижу другое. Глава республики поддержал. Сейчас будет подбор нового руководителя. Ну вот, к сожалению, нет специалистов, которые бы настолько глубоко и детально вникали в каждый вопрос». С тем, что Симферополь превратился в гадюшник, согласны и его жители. «Согласны сто процентов. Надо вообще-то народ какой-то стал безразличный ко всему. Вообще-то надо субботники. Раньше, я помню, когда деревья обкапывали, белели, когда весна приходила. Сейчас это ничего не делается, никому ничего не надо. Какие-то люди стали безразличны. А вообще город грязный, очень грязный. Асфальты тоже, вот эти дыры, вот эти всё». «Ну, конечно. Надо не только в городе. Там в сёлах кругом, грязь не убрана, ничего». «Конечно, хотелось бы получше. А так как у нас только деньги получают, а отвечать не за что не хотят». «Нет дворников на уплате. Нет дворников. И если, допустим, им сейчас прибавили зарплату, как они раньше подметали, то им добавили подъезды мыть». Симферопольцы говорят, работать за копейки, которые сейчас платят городским дворникам, никто не желает. Это при том, что уровень жизни крымчан заметно снизился. Говорят об этом даже сторонники российской аннексии Крыма. «Хуже, хуже становится. Такого уже не было раньше. Почему нет денег? Как обещали, всё будет хорошо. Как мы радовались этой России. И вдруг получается, что и пенсии эти ужасные. 7 тысяч. 7 тысяч – это на 7 дней пенсия. Ну, пускай на 14». Следующего ответственного за уборку мусора в Симферополе собираются назначить на ближайшей сессии горсовета. Дата её проведения пока неизвестна.